Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Так как у меня сейчас идет массовый сбор томатов, томаты все спеют как бешеные. Вот я в срочном порядке описываю все-все сорта, просто я боюсь, потом не будет экспонатов, нечего будет показать и показать, какие они, что из себя представляют. Вот сейчас я собрала все лягушачье царство, но не все там, конечно, еще остались. Вот эти лягушки-подружки, которые первый раз у меня в огороде, я уже несколько раз говорила, о них. Вот эта лягушка-царевна, это зеленоплодные томаты. Я уже рассказывала и показывала, как она растет. Так, высотой полтора метра, действительно очень-очень нагружены томатами, плодами, кусты прям ломятся. Очень урожайный. И вот смотрите, можно подумать, что зеленый плод. Я уже снимала видео, правда не успела выложить, у меня времени не хватает. И где рассказывала, что у меня очень большая проблема с определением, спелый или нет плод. И вот даже на рисунке, казалось, Ваня, что же показывают спелые плоды, не зеленые же плоды выставляет производитель. Он такой же зеленый, как у меня. И кажется, что они совсем зеленые, как пробка. Но если его перевернуть, вот как там написано, что он изумрудно-зеленый, с бронзовым оттенком, то мы увидим вот этот бронзовый оттенок, но он гелиоуловимый. И это значит, что томат спелый. И я вот уже до смешного доходит, снимала видео, что я ходила их и номинала. Говорят, что вот если теплый, ой, если мягкий, вот когда мнешь вот так, то вот здесь рядом лежит вот этот вот шоколад, тоже шоколад, все не могла понять. Вот когда он сильно, ну нормально спелый, а когда еще нет. Но сейчас про лягушку буду говорить, лягушка-царевна. Вот все-таки мое мнение, что, конечно, это томат на любителя. Сейчас расскажу, почему. Никаких претензий по вкусу. Он вкусный очень, вот мякоть прям тает во рту такая. Я разрезала, показывала уже. Но знаете, я не знаю, может быть, люди по-разному воспринимают все. Но мой, как ум, мое сознание, оно уже знает, что томат спелый должен быть красным или желтым. Вернее, даже не так. Оно уже точно знает, что зеленый томат – это не спелый томат. Его есть нельзя, он не должен употребляться в еду. И вот я ем, я же знаю, что она спелая, я ем, оно и вкусное, и все. Но вот это мое зрительное восприятие, к которому я привыкла. Я привыкла кушать, и глаза восхищаются вот этим красным цветом или желтым красивым. А тут, когда цвет зеленый, то сознание мне говорит, как дает сигнал, что как будто бы это не спелый. Но оно не может согласиться, что спелый плод может быть зеленым. И где-то из подсознания там подкидывают такие мысли, что может это киви или еще что-то. Короче, когда я ела зеленую помидорку, тем более у нее нет ярко выраженного такого томатного, ни кислинки нет, ничего, похоже больше на фрукт. И действительно, создается ощущение, что ты кушаешь киви, а не томат. Даже я вот сейчас, ну я не знаю, можно было прозломить, я, наверное, не смогу. Я поставлю камеру, она может отключиться. Ну вот как вот, смотрите, как вот сейчас начинать есть вот такой зеленый томат. Но он внутри вкусный. И я вот говорю, из-за этого он на любителя. Он и вкусненький, и такой, как, и мяса там много, он мясистый такой, сладкий, сахаристый. Но мне из моего сознания, наверное, уже не выдало быть ничем понятие, что зеленый томат, это не спелый, не ешь его. И я ем его, но и все равно у меня вот так вот глаза не понимают. Не надо есть зеленый томат. Все, это был краткий обзор лягушка-царевна. Вот мое мнение о нем, я на будущий год посажу еще раз, но все-таки они у меня идут, пойдут в разряд экзотических, или как в разряд я их называю, томатные меньшинства. Там, где все вот эти из Америки голубые, голубая звезда, там, где всякие лохматые, там, где вот такие вот негритята, шоколадные всякие, полосатые. Это все-таки не основная, не костяк будет в моей коллекции. Основные у меня сорта те, которые красные, из которых можно делать лечо, томатный сок, можно делать заготовки. А это вот как деликатесные, покушать, отведать. Иногда вот этого необычного, зеленого, такого непривычного на вкус томатного мяса. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это лягушка-царевна. Кто хочет испытать вот это вот противоречие сознания и зрительных сигналов, ты же знаешь, что он спелый, но глаза говорят, что нет, не ешь его. Попробуйте. Он, правда, очень вкусный, но необычный. Это диковинка. Вот эту диковинку на будущий год я посажу. Сейчас выпотрошу все семена. Кстати, томаты на нижних кистях я вот эту сейчас свешила. Это уже не первые, первые я уже изрезала давно. 300 с лишним граммов. И урожайность ее поражает. Очень много вот этих плодов. Но единственное, что не так красочно, когда красные висят, конечно, красиво. Для меня очень важно вот это эстетическое восприятие. Я выйду, посмотрю по рядам. Вот висят такие красные или желто-оранжевые. На эти томаты посмотришь, восхититься-то нечем. Зеленые листья, зеленые кусты, зеленые томаты. Но на вкус сладкий. Не буду врать, что он нехороший. Такое мнение у меня о нем двоякое немножко. Зрительно не красавец он, но на вкус пойдет. Как диковинка, как эксклюзив. Все. Субтитры создавал DimaTorzok